Бездомный, который после ссоры сжег машину священника, попал в объектив камеры наблюдения. Оказывается, план мести он вынашивал несколько дней. Планировал остаться незамеченным, но все равно попался и теперь его отправили в СИЗО. В прокуратуре города Троицка поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения подстражи в отношении обвиняемого за Кирова, лица которого неоднократно судим. Напомним, в Троицке бездомный сжег легковушку после ссоры со священником. Сигнал о возгорании легкового автомобиля возле храма Дмитрия Солунского поступил пожарным днем. Ниссан горел прямо у стен церкви. Сотрудники МЧС потушили автомобиль, а потом выяснилось, что его подожгли. Началось расследование и вскоре поймали бездомного, который, кстати, был ранее судим за кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. А за решеткой провел 43 года. На допросе в полиции бродяга объяснил, что жил при храме и выполнял разную работу. Но поссорился со священником. Недопонимание возникло из-за чистки снега с крыши. И тогда священнослужитель попросил бродягу покинуть храм. Тот затаил обиду и задумал отомстить. Он несколько дней выжидал, когда священник приедет на машине. Судя по кадрам с камеры наблюдения, он подходит к иномарке и при помощи тряпок и спирта поджигает Ниссан Жук. А потом спокойно садится отдохнуть и наблюдает, как полыхает авто обидчика. Насмотревшись на пламя, мужчина уходит. Но позже бомжа задержали и завели на него дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Ущерб почти миллион рублей.